Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хлеб наш сосущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши окружения, мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавок. Царю небесный, давайте теперь. Царю небесный, утешителю души истинным, ближай везде сын, и вся исполняй сокровища влаги. И жизни подателю креди все лисяны, и очистины от всяких взгляны. И спаси благослови души наши. Господи, просим Тебя, благослови наше собрание, пребудь в этот воскресный день с нами, сохрани нас в любви и единомыслии по слову Твоему. Тебе же славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и вовеки веков. Аминь. Не бухтеть. Не бухтеть. Успокойся. Так, следующее у нас 28-29, 27-го суббота. За покойное будет у нас поминовение усопших. Обычное время в 8 часов в субботу. Кто сможет, приходите. В субботу утром. Ну и дальше вечером будет также, кто к истуги готовится, и в воскресенье причастие 30-го. 29-го. 28-го, 29-го. Это через две недели у нас следует? Через. 28-й, 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 когда будет? Что, считай. Через две недели. Батюшка, да мы разберемся с неумехами. Ну, может, не могут. Говорите дальше. А дальше что? Я еду сейчас болезньщик проведать, причащать. Значит, ко мне какие вопросы есть? Никаких. Никаких. Когда будет потерять Китай? Это не ко мне вопрос, это обращайся. Ну, вот 19-го апреля же Пасхой. Так. Вы же будете кого-то приглашать, наверное? Все. Подсушите там дорогу. Так вот, как там будет, интересно? Высушить дорогу надо. У вас столько снега там будет еще по снегу? Или уже... Я скажу вам так. У нас один год было, когда моя соломщица, которая сейчас 94-й год, уже, Серафима Гавриловна. Ну, тогда ей было, наверное, я не знаю, может, 80-й год. Поменьше, короче. Ну, 80-й точно уже было. Весной. Значит, плотина была размытой. Все это не было. Не той большой плотины, второй мостик и первого мостика нет. Но, нет, я вышел, смотрю, она идет, уже подходит к этому. Я так удивился, Серафима, как ты приехала, прошла-то здесь? Она мне ответила. Ангель мне помог. Вот и все. Ее до туда доплатил, то довез, а там она через воду перешла, тихонько. И все, ангел мне помог. Вот, а если захочешь, то ангел тебе поможет. Ты не будешь сейчас дороги там или что-то. Надо, надо, все. Смотрите военные фильмы. Надо, надо. Там смотрю, когда покажут, они там тянут эту... Орудие там, пушку тянут, толкают все. А там снегу, больше метра, они все в это тянут. Почему? А надо, надо туда быстрее добраться, чтобы было. И ты там, такое мучение смотришь, страшно как. По грязи там, грязь какая. Ну, надо. Без пушки-то нам легче будет, да? Так вот, надо. А когда если надо, то ничего здесь не удержит. Никто. Ни жена, ни дети, ни начальство. Даже здоровье и то. Нет. Вот я приведу опять ее пример. В 90-шем лет ее. Она ни разу в храме за все время ни разу не присела. Ни разу. Однажды я был у нас в молебен в среду, и я слышу что-то сзади стук какой-то, но я не обернулся. А там она стояла, и вдруг, и где-то что-то это, и она грохнулась на пол. Сестры ее подняли когда-то, и хотели посадить. Она нет, дайте мне палочку, там кострик дали. Я говорю, а что ты не сел? Ага. Это он меня это, чтобы я ему поддалась, я в жизни не поддамся я ему. Ишь, думал, что я буду лежать. Не буду я сидеть, лежать. Опять встал, опять стоит. Вот так вот борется у нас это. Но поэтому не знаем, что будет, какая погода будет. В этом году мы намечаем день деревни, день общины Потеряевской, значит, 31 мая. Но там, может быть, уже будет дорога. Пока планируем на 31 мая. Да. Так, еще какие вопросы? Батюшка, можно спросить? Ну. Вот скажите, пожалуйста, мы приходим сюда на службу в дом Божий, вернее, в храм Божий, или в дом хозяина, который есть у этого дома хозяин? А ты думаешь, какой-то дом есть без хозяина? Без хозяина нет таких домов. Если у хозяина нет дома, то дом тогда не устоит. Построили в Москве самый храм Спасителя. Он прямо рядом с Красной площади. Ты думаешь, кто ему хозяин? Имущественный. Берем не духовно, а имущественный. Кто ему хозяин? Знаете? Государство. А? Нет. Теперь здесь, даже в Барнауле, я точно не буду утверждать, но скажу, что не все храмы имеют хозяином там епископа или священника. Он принадлежит муниципалитету. То есть тот храм Спасителя, ему хозяин, мэр города Москвы. Имущество принадлежит городу Москве, не в церкви. Церкви. В советское время, когда молились, где-то были храмы, то нигде хозяином не было ни одна община. Даже когда мы регистрировали общину, нужно было зарегистрировать общину. А в правилах, в этом законе, какой там написано, написано, что регистрировать тогда, когда есть помещение для совершения требований. Но у нас нет помещения. Помещение должно предоставить горысполком. А горысполком говорит, а у меня нет помещения. Все, регистрация отменяется. Так нужно было что делать? Верующие складываются, собирают энную сумму, покупают дом. Теперь его передают на баланс горысполкому. И тогда горысполком дает общине в аренду его. И тогда регистрирует общину. Понимаешь? У нас совсем другое. Хозяином является имущество этого. Игнать Тихонович. Но, как у нас храм совершается таинство, то хозяин Бог. То есть мы к Богу приходим? Конечно. А то, что является там другое, что порядка, это уже другое. Понимаете? Где совершается таинство, там Бог. У нас было такое однажды. Было в одном храме. Значит, церковный совет. Что-то, значит, против владыки. Недовольны были владыкой. Обычно тогда церковные советы и старост ставили уполномоченные. Уполномоченный такой был представитель от власти, который надзирал на церковь. То есть смотрел, как и что было в ней. Поэтому дело так, как лучше было для них. Он так говорит, как-то было плохо на одном приходе. Я говорю, Михаил Иванович, как-то... Он говорит, а чем хуже у вас, тем лучше для нас. Понимаешь? Там не старение какое-то, они еще больше. Поэтому они ставили все сами. Старосту всегда, если выбрало общину, но он не угоден уполномоченному, его он не утвердит. А он не утвердит, значит, он не старостный. Значит, заранее кандидатуру уже с уполномоченным договаривается. Ну, да, проверят ее, там, Александр, там, или Иван, как достойный или нет. Будут все ему доносить там или нет. Как они? Лояльный или нет в власти? Да, тогда скажут. Ну, ладно, пускай будет это староство у вас. То есть, так. И так же весь церковный совет. Был церковный совет, но церковный совет тогда, когда уполном, так же священника было. Прежде чем рукоположить священника, епископ должен урегулировать кандидатуру с уполномоченным. Если уполномоченный одобрит эту кандидатуру, тогда епископ рукополагает. А не одобрит, он никогда его не рукоположит. Мне когда хотели, я был в Новосибирске, в начале гигиона. И он когда к уполномоченным, а уже уполномоченный-то, уже был знакомый с близким мне человеком. Он сразу кто лапкин? Нет, нет, не пойдет. Тогда там был секретарь, отец Александр, он меня отправляет в Омск. Там через две недели у меня руковополагает гигиона. Но я начислился не дьяконом, а казначеем епархии. Я выдавал зарплату работникам епархии, архиерею зарплату выдавал. Получал деньги в банке и казначеем в епархии. Проходит год. Тогда он вдруг меня вявляет, завтра говорит, значит, полпятого ты должен быть в епархии. Накануне, значит, он меня исповедует, что решил рукополагать меня. Рукополагал ночью, в пять часов началась служба утра в его домовой церкви. То есть он меня рукоположил без согласования. Он знал, что уполномоченный категорически будет против. Рукоположил, ну а потом он, видно, как-то там его что-то это. И он только сказал, чтобы в Омске никогда он не служил, только где-нибудь в деревне. Там где-то в других приходах. Было так вот. Поэтому, Надежда Андреевна, пусть вас не отмущает, хозяин кто. Мы приходим молиться Богу, молимся хозяин. Так и вот, он сказал один, этот староста, а здесь хозяин я. А владыки он, значит, это. Владыки говорит, нет, прости, здесь хозяин не ты, не я, не хозяин в этом доме. Говорит, не ты, не я, не хозяин. Здесь хозяин, говорит, Бог. Здесь таинство совершается. Поэтому я, говорит, даже и тот здесь не хозяин приезжаю. А ты тем более. Вот так вот. Понимаете, если бы мы были, я так думаю по-своему, ну, уже какой-то опыт есть хоть небольшой, что если бы мы были в каком-то здании, когда мы просили, нам Никольскую церковь просили, представьте, на Ленинском проспекте мы, теперь Крестово-Движенский планетарий, тоже мы туда губы катали, да не дай Бог бы отдали, мы бы уже давно бы не было. Почему? Потому что мы обязаны были, должны были делать так, как делают все, не иначе. А здесь у нас привыкся, это частая собственность. Было бы это, если бы в аренду, то с нами бы аренду давно бы разорвали. Что-то не так, а не так. Все мы аренду с вами прерываем. Понимаете, что? Поэтому в этом и есть благо. Благо еще, что здесь хозяином не кто-то из России, а хозяин частное лицо. Это частный дом, частное. Как у нас, допустим, в Потеряевке. Они не имеют. Этот храм, который мы сделали сами, своими руками построили. От одного кирпичика все. Я там крышу делаю, все сами, своими руками, на свои средства все это сделали. И мы его 20 лет не регистрировали. У нас храм был, ну и молимся, и молимся. Нам никто не мешает. А нам зачем? И вдруг школу надо было. Два года назад. Школа что была? А нет, этого нет, а сейчас стали как-то там закон. Ага. А где у вас молиться там? А к тому зданию. А здания никому нету, значит здания нету. Значит школы у вас не будет. Давай им оформлять это здание. А это здание-то оформлять когда? Я когда приехал, мы решили ремонтировать. А там были, ну где-то есть фотографии, что то есть стены немножко разобраны. Их старались разобрать, но крепко было, не могли разобрать. Есть такое. Вот. Я поехал к представителю сельсовета, Василий Федорович. Я говорю, может, да берите, он никому не нужен, он давно брошен. Я говорю, Василий, вы какую-нибудь бумажку напишите, что все-таки, мало ли что, говорит, сегодня, завтра кто-то будет. Он мне выписал бумагу, значит, каркас бывшего колхозного клуба, бесхозное, бесхозное, передается Лапкину Акиму Тихоновичу. Безвозвестное пользование. То есть, они мне, значит. То есть, хозяином этого каркаса стал я. И когда стали регистрировать, откуда у вас, это когда, тогда, где? А я говорю, вот так вот. Теперь его регистрируют на меня. И записали на меня. Теперь этот полностью зарегистрировали все это. Землю там приписали. Стало это все где-то 72 тысячи стоить. Примерно так. Может, еще и будет на тысячу, две, не больше. Мало? Мало. Пока-то живете. Давайте эти высказывания потом. Да. Ну и вот, теперь оно как бы мое. Теперь я уже думаю, на кого-то надо будет переписать это. Потому что мне-то оно. Зачем? Но тоже, чтобы было частное. Потому что частное, это лучше. Это частное. Все. А теперь школа как? Теперь я в школе Корченской. Мы-то как в Корченской школе. Теперь я передал в аренду. Это где учимся. Они арендуют у меня это. Я не знаю, на сколько-то лет мы там это передали. Лет на пять, наверное. Что ли там в аренду передали. Вот так вот. Такое положение. Такое расклад. Я вам историю рассказал еще и все. Понимаете как? Вот кто хозяин. Имущественно хозяин у нас здесь, Игнатий Тихонович. Это его имущество. Честно им заработанное. Трудом и оковами. Да. Вот. А это хозяин Бог. Здесь, когда мы приходим, совершается хозяин Господь Бог. Здесь у нас. Вот так вот. Это дом Бога. Вот и все. Так, все. Благословляйте. Я поехал. Благословите. Так, я всех просил. Вчера еще. Сделайте. Вот здесь вот я список. Просил всех. У кого свой номер телефона, у кого есть сотовые телефоны. Номер телефона, ну и фамилию, имя и какой оператор у кого. МТС, там Мегафон или Билайн. Чтобы я знал это. Почему это я прошу у вас. У меня были все занесены в телефон, но у меня телефон погиб. Я сейчас новый телефон приобрел. Поэтому все были, которые на телефоне это, все, их нету не восстановить. То есть симки нету. 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 Симку восстановили. А у меня симку восстановили с тем, что у меня было там, допустим, были деньги какие-то, все сохранилось. И номер сохранился. А номера-то все они, там, я не знаю, они были, может быть, на телефоне или на симке. На телефоне. На самом телефоне. Да. Они все нету еще. Он чистый. Сейчас у меня новый телефон чистый. Ничего еще не занесено. Вот сейчас я соберу у кого, а потом я... Теперь у меня был тариф, как это мне сделали, 13 рублей в сутки. Говорю я, не говорю, 13. Вдруг месяц где-то или два назад 16 стало. Я пошел, он говорит, а это у всех добавили сейчас. 16. Но вчера, когда менять, я говорю, есть какой-то социальный тариф. Можно ли перейти? До этого я как-то обращался месяц назад, зашел в один салон. Он, да, можно, но тогда вы теряете номер, у вас должен быть другой. И сколько у вас на счету денег, это все пропадает. Как пропадает? Я думаю, это журик сидит. Я больше не стал с ним разговаривать, ушел. А вчера я зашел в главный этот офис-то. Когда он это, я говорю, я мне так и так вот телефон и это... Ну, в паспорт там спросили все. Я говорю, есть такой 4 рубля в сутки. Но только я могу это 4 рубля в сутки, это с Билайном разговаривать. То есть неограниченный разговор в России с Билайном. А если на другой какой-то оператор, то 15 рублей в минуту. Да, там капитально. Ну, все равно, если не посмотрел, правда, высчитали у меня сейчас... Я обычно утром, всегда, каждое утро записываю, сколько это... Семьдесят. Да. Было сейчас не записывали, 4 рубля. Убавилось. А у меня получилось так, что приезжал, когда, помните, был этот Артем, который погиб. Он занял у меня там тысячу рублей. У него не было наличных. Ему надо было там за сникоход рассчитать, что... Я, говорит, перешлю. И он до Барнаула-то доехал. А как, говорит, я говорю, ну, я не знаю, как вот. Я там пошлю вам? Нет. Я говорю, на телефон тогда. И он мне с Барнаула тысячу рублей положил на телефон. Потом он был у меня... А еще до этого было у меня день, когда родили. Кто-то мне 500 рублей, еще 500 рублей подали. Значит, было, значит. Недавно смотрю, откуда-то 700 рублей пришло. Не знаю, кто. Тут люди даже... Не знаю, за кого поклон положить уже, Господи. Ну, правда. И он, говорит, у вас, у меня, 200, 600, что ли, на телефоне оказалось. А тот, говорит, все деньги эти пропадают. А этот нет, нет. Я говорю, нет, нет, деньги все сохраняются. У вас, говорит, хороший этот. Я говорю, так это вот так и так. Вот такое дело получилось. Сейчас по 4 рубля, но только с Билайного. А у кого этот, у нас сейчас телефон, который на улице, то с него можно звонить по России бесплатно. И на домашний, и на телефон. Поэтому я на Мегафон на МТС буду звонить с уличного телефона. Кому позвонить еще. Да. То есть у вас Билайн? У меня Билайн. А почему на улице бесплатно просто интересно? Ну, так. А это где-то, сюда, что так сделал? Таксофон. Таксофон. Владимир Владимирович так сделал. Это по его указанию были установлены телефоны на улице. Потеряевку приезжайте, а тут позвоните. Да. Если кого сэкономится, приезжайте в Потеряевку. Звоните бесплатно. Я проверял точно. Все бесплатно. И без тех пути. А нам, если позвонить на тот телефон, это не важно, нужно только, если договориться, значит, ты звони мне, значит, там час дня или два, чтобы я должен стоять у телефона на улице. А номер скажешь? Сейчас я не знаю, не помню. Ну так, я что стоять-то буду там? Нет, ну вообще интересно. Батюшка, и в бешке купить в класс? А? И в бешке купить в класс? Лена, сейчас весна придет. Нет, интересно будет в огороде. Занимайся как в городе. Занимайся как в городе. Занимайся как в городе. Вопрос. Когда человек где-то пострадает, он старается открыть, что я был там, яма провалена, и не ехать-то. Ну, прошу, скажи, почему телефон-то? На каком месте спотнулся твой телефон-то, чтобы вы туда не попали? Да, попадете где-нибудь. Может, не попадете. Ну, что об этом разговариваю? Помнишь, как у Росула Гамзатов или что-то, говорится, сын в Москве учился, а он приезжает и говорит, а деньги послал ему на пальто. И спрашивает сына, пальто-то купил? Пап, понимаешь, я, ну, вот это, пальто купил, да и вот с девушкой познакомилась со мной, в театре там цветы. Ты скажи, пальто не купил? Не купил. Деньги потратил? Потратил. Все, больше ничего не надо. А как там что было? Ну, было да и было. Нет. Толкование на сегодняшней Евангельской А4. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Я есть в дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажик найдет. Толкование. Кто мною, дверью войдет и приведется к Отцу, и станет его овцою, тот спасется. И не только спасется, но и получит великую неустрашимость, как и Господь и Владыка. Ибо это обозначает словами, и войдет, и выйдет. Так и апостолы смело входили и выходили пред повелителей, и выходили радостными и непобедимыми. Деяния, 5,41. И найдет пастбище, то есть обильную пищу. Евангелие от Иоанна, 10, 10, 13. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый, пастырь, который полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Толкование. Так как приставшие к Февде, Иуде и прочим отступникам были убиты и погибли, то прибавил. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, называя ворами их и подобных им. А Я, говорит Господь, пришел для того, чтобы имели жизнь. Они убивали и погубляли своих последователей. А Я пришел, чтобы жили и имели нечто большее. Именно причастие Святого Духа, под чем нужно разуметь и Царство Небесное. Итак, во Христе все имеют жизнь, ибо все воскреснут и будут жить. А праведники получат нечто большее. Именно Царствие Небесное. Потом ведет речь и о страданиях и говорит, «Жизнь, душу, мою полагаю за овец, выражая сим, что он идет на страдания не по принуждению, а добровольно. Когда взяли его, он сказал, если меня ищите, то оставьте их, пусть идут, чтоб исполнилось слово, что никто из них не погиб». Евангелие от Иоанна, 18, 8, и глава 17, 12 стих. И при том, тогда, когда иудеи пришли на него хуже, чем волки на овец, ибо пришли, сказано, с мечами и кольями, чтобы взять его, Лука 22, 52. Под волком здесь можно разуметь и мысленного врага, которого Писание называет и львом, 1 Петра 5, 8, и скорпионом, Лука 10, 19, и змеем, Бытие 3, 1, Псалом 90, 13. Говорится, что он похищает овцу, когда пожирает кого-нибудь через худое дело, разгоняет, когда посредством злых помыслов смущает душу. Справедливо можно назвать его и вором, который обкрадывает через лукавые помыслы, в кавычках «убивает», то есть, цитата, «через соглашение с ними» и, цитата, «погубляет» через дело. Иногда прирожается к кому-нибудь помысл злобный, это будет воровство. Если человек согласится с лукавым мишением, тогда, можно сказать, дьявол убивает его. Когда же человек на деле совершит зло, тогда он погибает. Может быть, и это значит слова «вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Господь делает совсем иначе, чем этот вор. Он дает божественную жизнь, освещает и помыслы наши добрыми внушениями, и тела добрыми делами. Дает и нечто преизбыточествующее, именно то, что мы можем приносить и другим пользу посредством дара учительского, а также и Царство Небесное, как бы придавая нам некоторую лишнюю награду. Он подлинно добрый пастырь, а не наемник. Каковы начальники иудейские, которые не заботятся о народе, а имеют в виду только то, чтобы получить с него плату. Ибо они искали не пользуя народу, а себе прибыли от народа. Иван Глядана 10, 13-16 Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Толкование. И отсюда ты можешь узнать различия между пастырем и наемником. Наемник не знает овец, что происходит от того, что он не надзирает за ними постоянно. Ибо если бы он постоянно смотрел, то знал бы их. А пастырь, каков Господь, знает своих овец, потому что... потому и печется об них. И они опять знают его, потому что пользуются его надзором, и по привычке узнают своего покровителя. Прежде он узнает нас, а потом уже мы его. И не иначе можно познать Бога, как быв познанным от Него. 1 Коринфянам 13, 12. Ибо он, с большой буквы Господь, прежде усвоился нам плотью, став человеком. Потом уже мы усвоились ему, получив дар обожения. Желая показать, что неуверовавшие, недостойны быть помазанными от Бога, и несуть овцы его, он сказал, я знаю моих, и мои знают меня. Как написано, «Познал Господь своих» 2 Тимофеев 2, 19. Часто повторяет, я жизнь мою полагаю за овец, для того, чтобы показать, что он не обманщик. Ибо выражения «я свет», «я жизнь» для немысленных казались надменными, но слова «я хочу умереть» не заключают никакого самохваления, а напротив выражают «великое попечение», так как он хочет предать себя за людей, которые бросали в него каменьями. Есть у меня и другие овцы. Это говорит об язычниках. Они не того двора, который под законом, ибо язычники не ограждаются законом, «И тех надлежит мне привесть, ибо и эти вросенье, и те не имеют пастырей, и благоразумные, и способнейшие к вере из иудеев были без пастырей, следовательно, тем более язычники. Мне надлежит собрать и язычников, и иудеев». Слово «надлежит» здесь означает не принуждение, а то, что непременно последует. «И будет одно стадо и один пастырь». Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника» – Галатам 3, 28, «и никакого различия, ибо у всех один образ, одна печать крещения, один пастырь, Слово Божие и Бог. Пусть устыдятся манихеи, отвергающие Ветхий Завет, и услышат, что одно стадо и один пастырь, ибо один и тот же Бог Ветхого и Нового Завета». Господу нашему слава! Во Ветхи имена! А второго не было? А не было второго? Вот это Винокрюкча не было? Не слышала? Вот и выявилась, как слушаем мы. Не опрошала бы, никто бы не знал. Ну вот, надо быть убедительным на службу. Я хотела сказать, ну все у нас, бабушки все, дорога вроде бы так, немощные. Я хотела, детки у нас, молиться за деток, вот, за Тарасия, за Агнию, за Енафу, и... Аполинарию. Аполинарию и Мюрона. Мюрона немножко тоже, но есть у меня там что-то. И хотела еще предупредить. Список вот всех, мы все болящие сейчас чем-то страдаем. Список батюшки есть всех нас. Просто замечание мне сделали, вот меня сегодня не назвали, почему-то, не упомянули. Батюшка молится за всех нас. И просто последние, вот кто были, кто на сегодняшний день болящие, вот тех батюшка упомянул. Ну кто, может быть, сильно там страдает. А так список у всех есть, он за всех нас молится. Ну, у всех нас легко. Это вот событие, которое коронавирусом называется. Китай, многие страны уже распространилась эта инфекция. Мое мнение, вот лично врача, как человека, это рукотворное действие, наверняка. Не случайно Китай, не случайно работает это на возрастную группу от 60 до 80 лет, прежде всего. Дети не болеют, мало болеют. Отличие от гриппа, от вируса гриппа, только в том, что он более контагиозный, то есть более заразный, что более тяжелые случаи возникновения. Но готовность нашей страны к этому распространению этого вируса, я думаю, слабая, потому что не думаю, что у нас везде в районных больницах, во всяком случае, есть тесты, которые верифицируют это. Определяют. Определяют, что именно коронавирус. Потому что симптомы почти одинаковые, как в простом вирусе гриппа. А краевой есть уже? Тесты или нет? Краевой больницы тесты есть? Мне не доложили, вот почему-то. Местные говорили. Да, вот не знаю, почему не доложили. Я тебе телефон дам тайной связи, позвони, чтобы нашу червучу. Значит, кроме того, складывается впечатление такое, что все уже было готово, за 10 дней построить такую махину, в Китае. Это надо было быть, чтобы уже все заранее было готово и построить такую махину для того, чтобы потом лечить больных в этом. Потом, знаете, вот поскольку симптомы одинаковые, температура есть, да, померили, температура высокая, симптомы, там, слабость, потливость, еще какие симптомы? Значит, чихание, да, были в горле, да, пешение, да, и прочее. То есть, легко госпитализировать пациента при отсутствии конкретного коронавируса. И потом, даже вирусы, вот вирусы гриппа, они вот формально, то есть, мы можем поставить только острое ретературное заболевание. А чтобы поставить грипп, это нужно сделать иммунофлюоресцентное исследование, это нужно найти антитела в сыворотке больного, который болеет этой вирусной инфекцией. То есть, для того, чтобы конкретно поставить грипп, это нужно провести ряд исследований. Поэтому под маской гриппа проходит многое. Что делать? Молиться, прежде всего. Ну, а что касается, да, вот, менталитет россиян, заключается в том, что мы ведь стесняемся, боимся маску на себя одеть. А некоторые люди едут в транспорте, в маске он едет, он проехал два часа, выбросил эту маску, через два часа, потому что маска работает полтора-два часа. Но она не на сто процентов, естественно, защищает, но тем не менее, в значительном проценте случаев вероятно снижается заболевание. Уже нету актива. Руки мыть обязательно. Пришли с улицы, обязательно, прежде всего, помойте руки. Не хватайтесь за лицо. Брат тут говорил об этом. За лицо не хватайтесь, особенно, когда вы находитесь в транспорте или где-то там. Потому что это тоже передается. Кроме того, еще вирусная инфекция, она проявляется не только через верхних дыхательных путях, через дыхательных путях, но еще и кишечник затаживает тоже. То есть, проявления бывают и с отрями кишечника. На пасху-то будем целоваться? Будем! На пасху будем целоваться в масках. Да, ну еще вчера буквально по интернету призывают, вернее, не то, что призывают, а рекомендуют детей всех перевести в школу на онлайн-обучение. А уже было ряд, что будет такое. онлайн-обучение. То есть, будут все дома и дома будут обучаться. Ну и хорошо. Да? Я считаю, так лучше, Виктор Андреевич, и обучение будет эффективнее. А денег больше надо. Да. Ну и потом, как вы знаете, на вольных революциях кто-то, ну, знаете кто, да, зарабатывает, наживается, так и здесь. Огромнейшие деньги вертятся на этом коронавирусе. Поэтому не случайно это все. Ну и вот надо прежде всего молиться и не паниковать, потому что если Господь допустит, то будет это принятно с благодарностью, как и любую болячку. Можно добавить? Я хочу сказать, что как это к нам относится. Я вот Марине сказал, говорю, Марина, я говорю, проскочили, говорю, вы там в проем-то. Она говорит, в смысле, что такого проскочили? Мы Италию посмотрели. Я говорю, ты чуть-чуть ад не посмотрела бы вместе еще там двое. Я говорю, только приехали, буквально 2 недели прошло, этот коронавирус пошел. Сейчас в Италии самая большая смертность людей. Все, позакрывали, аэропорта, все, полностью страны отгородились, европейские, на границе с Россией. Одна Россия пока, почему у нас всего там 50 заболевших. и ни одного еще смертного случая нет. И все потому только, что у нас Марус Иванович нас держит. А сейчас пойдет тепло, и он будет клетать, коронавирус, как и везде. не объясняет наоборот. Да, брат. Россию не возьмут. Ну, подожди, родимая в области. Это же, как сказать, живая субстанция, да, вирус. Ну, раньше было так, если ты в маске ходишь, она вот тебя взяла и утюжком прогладила опять, она стерильная стопудово. Утюг 200 градусов температура, ткань горит, ну, можно прямо на лице гладить. Я к примеру говорю. Эту маску, которая продается в аптеке, она у тебя расплавится под голову. Нет, подожди, не надо мне, что в аптеке продается, мы знаем. А тут стираю, гладь, пожалуйста. А что делать-то? Что делать? Иммунитет есть против него? Нет. Вырабатывается, но он очень короткий, короткое время. Сколько? Сейчас два года? Нет, недели. Ломка. Там лимоны или там сало надо есть. Что это надо? Общий, витамин С. Вес С, Саль С. С гриппом мы знаем, как бороться. Вот институт так же. Укрепляем иммунитет и все. Одно слово. Это паника чистой воды с этим коронавирусом. Просто кому-то очень интересно его раздувать. Любой грипп, посчитали, вот в Америке за год уносит там в десятки раз больше. Ну, не сам грипп, умирают люди-то от осложнения, от пневмонии, от осложнений на сердце, на мозг и так далее. Процент выше. Ну, почему-то прицепились от любимой темы коронавирус. 5% максимальный там процент смертности. Ну, от осложнений, я говорю. Сколько выздоровевших как-то так тихо говорят. Ну, от гриппа считается 0,1%. Нет, нет. Там больше. От обычного гриппа. От обычного. А он каждый год грипп мутирует. Все время новый появляется. Это просто как один из новых видов этого гриппа. Но раздутый вот этими сообщениями. Сейчас очень много в сети фейковых картинок идет пустые полки магазинов. При том, что люди говорят, мы живем в Хельсинки, у нас все забито, но везде по миру ходят фотографии, чтобы в Хельсинки все съели и даже макарон не осталось на прилавках. и люди, видя эти фотографии, бегут и скупают. И в Питере такие же фотографии выставляют, якобы нет продуктов. Бегут, скупают. И действительно, через два дня после выпуска таких фотографий полки действительно становятся пустые, потому что люди поддаются панике. Паника главный, вот этот, кто-то этого добивается. Это не только в России, это вот, например, и в Англии. Добиваются паники. Да, в Англии подруга моей дочери, она живет сейчас в Англии, она говорила, да, вот она никуда не выходила, причем у них там есть служба доставки, и служба доставки, в общем, забита заказами, они не могут выполнить эти до очереди там, она с двумя детьми никуда не может выйти. Ну, пришлось ей выйти в магазин, она пришла в магазин, все сметено, ни макаронов, ни крупных, ни макаронов, не муки, ничего нет. Два дня, три дня, и действительно, все осталось после вот этих фейковых сбросов. Дорогие мои земляки, вам очень сильно повезло, что мы живем в Сибири. Только поэтому мы такие парни-рубахи, рвемся на себе. Я вам еще раз говорю, в Италии уже тысячи заболевших и сотни уже умерших людей, вы понимаете, о чем? Вы молитесь, чтобы эта гадость к нам сюда не пришла. Хватит считать. Сколько там процентов. Вам что, испанку надо? Я не молюсь. Уже люди поотгораживали границы, закрыты полностью, никто не выезжает. Пограничники работают на то, чтобы никто никуда из страны не въехал, не выехал. Чехословакия, Дания, Польша, Норвегия и так далее, и так далее. Франция ограничена, Италия уже давно. Вы о чем разговариваете-то? Мы просто очень, очень далеко. У нас даже если поезд ездил 300 км в час, 300 км в час был такой поезд, он до нас бы доехал только через полтора суток. А до Владивостока двое с половиной его он тащился. Но таких поездов не будет никогда у нас в стране, поэтому... Все, брат, спасибо. До нас очень много болей. Да. Коротко. Молиться нужно. Коротко не получится. Не болей? Год назад... Нет, все, хватит уже проверить. Год назад меня брат попросил написать слова на музыку «Темные ночи». Ведь очень мне нравится. Я выжилась в том году, ничего у меня доброго не пришло, потому что этот гей-парад должен был быть, и у меня все мысли про этот гей-парад. Ты была на гей-параде? Нет, я готовила... Почему? В школе... Ну, мы смотрим мыслями. И тут год проходит ровно, опять великий пост по постели с полторы недельки. На щетку зубную пасту намазала, зубы приготовила, очистить. И вдруг у меня все, пошли слова. Я скорее бросила эту щетку, пошла записала. Сейчас, пожалуйста. Напоем, бузы посохнила. Ну уж как смогу. Может быть, ты прочтешь вам, а давай без пения, пожалуйста. Нет. Просто прочитай. Пожалуйста. посиди спокойно хоть раз. Ты повернись на камеру, пожалуйста. Тогда вот туда повернись. Время поста к покаянию нас приведет, от житейских избавит забот, со Христом примеряя. тень его будущих благ. Только молись, дверь плотнее, закрыв за собой. И тогда ощутишь ты порой, кто в тебе пребывает. Здесь, на земле, только тень его будущих благ. И на Христа И на Христа Уповая душа Томится. Смерть не страшна, Если с Богом вступил ты в союз, Из души сбросил тяжесть и гроз, Жизнь к нему устремится. Время придет, Дать отчет уж Исполнился срок, И Спаситель стоит у ворот, Нас с тобой ожидая. Верю и жду, Что спасенной Приду ко Христу, И надежда На Бога меня В этом не постыжает. Верю и жду, Что спасенным Приду ко Христу, И надежда На Бога меня В этом не постыжает. Все вместе давайте этот припев. Верю и жду, Что спасенным Приду ко Христу, И надежда На Бога меня В этом не постыжает. Спаси Христос. Еще две написала, буду потихоньку, не сразу. Спасибо. Молодец. Спаси Христос. Спаси Христос. Еще у кого слово есть? Кто еще следующий? Песнопение. Уже начались. Игнатих, Вам слово. Я начну с конца, потом она вперед пойдет. Относительно болячки этой. Сегодня уже больше всего говорят о том, что все это выдумано и ничего нет. Умерли, проверяют, заболели. В 10 раз меньше и умершего ни одного. То есть, сколько кричали тогда, спид появился. От Африканский континент самый больше через полтора года исчезнет. Нигде ничего нет. И сегодня доказывают вирусы. Нарисовали какой-то шерстистый. Один вирус и нарисовали плакат целый. Ничего нет. Да как? Надо выслушать один раз. Вы видели, когда-нибудь, чтобы курица щихала? Куриный гриб. Свиной гриб. Вы держите свиньи. Хоть одна свинья. Это люди свиньи. Это афера. Теперь что? Бешенца короб. Нам в чем доказать? Они в чем? Анализы брали. Ну, вы брали без меня. Я не понимаю, что вы делали. Бешеные коровы. Снайперы присылают. Швейцарию опустошили. На альпийских лугах все стреляют. Яки где были? Волшистики, которые такие. Всех убили. А не знаю, что с вертолета рассыпают, чтобы загорелись. Они не горят. Надо посылать. Сегодня речь идет вот этот коронавирус. Корона. Вы вдумайте, самый смысл. Это может быть последний вирус перед огнем. Кто это придумал и идет. Речь идет не о миллионах, не о миллиардах, а уже о триллионах прибыли. И сделать все, чтобы границы были закрыты и проще. Это ничего не стоит. Ты верующий, а сегодня уже какой? Прямо в платое, чтобы храмы были закрыты. Но нельзя. По домам молитесь. Прямо в интернете написано. Дальше. Крест целовать нельзя. Иконы нельзя целовать. Вы понимаете, куда все идет дальше-то? Храмы закрыты, молились по домам. Руку священнику не целовать. Иконы не поцеловались. То есть речь идет искать теперь виновного. А их найдут очень скоро. Приехали несколько человек с Украины, там человек 20 было. Автобус встречает камнями. Вылили специальные где-то санаторные дома. Боинские части, что ли, охраняют. И не могут еще сделать. Народ отбивает, убить их и все. За этим стоит сатана. Семиглавый змей. Объяснять ничего не надо. Ты бойся не этого. Аса говорит, что заболел и взыскал врачей, но не Бога. Зачем мне написано рядом? То есть очень часто не совпадает. Так что врачей не надо. Нужны. И помощь от них есть. Но не надо лезть и зря придумывать. А вирус такой, знаете, температура 27 градусов он погибает. А в человеке 36. 27 он погибает. Да как он может тогда быть-то? Ну, глупость. Раньше было везде обязательно энцеполитный клещ укусит. А мы работаем в лесу. Всем ставят, я не даюсь. Ты заразу разносить, кому? Вы все привиты. К вам она не привыкнет. Эти, один заболел, второй. А я один хожу по лесу, клещи есть, я их скидываю, и все. А если они укусят, потеряют 200 лет с лишним, кусают, и ни одного больного. А откуда тарбаганы, такие, как маленькие тушканчики, из Монголии пришли? А есть болезни? Ясенцы полеет, парализуют, и все. Ну, боятся мошек. Наконец, зашли на микробов. Мы проехали с Владивостока на Лиссабона и встречали места, где ящер. Выйти надо. Я собаку спрятал, и вообще не пропустят. А он молодец, молчал, лежал. Ноги там по криолину надо, по элозе где-то. Снято с вопросов. Не касайтесь этого. Другое. Я хотел сказать, где-то, когда-то, скажу прямо, вот на этом столе, сейчас утром, у нас был с батюшкой разговор на повышенных надпроводах. Кто поддержал? Их здесь нету. Им это не надо. Но им нужно обязательно сказать что-то. А о чем речь идет? А о том, что мы снимаем. Вы знаете, евангелист Марк, он был когда-то не евангелист. Он ходил с Павлом. И Павел вдруг отрезал, больше не пойдешь. Из-за чего? Отстал. А с чем мы придем к Господу? Я вот вырастил, тот, сделал трактор, изобрел компьютер. Нет. Вот хорошо у баптиста поведает. Не хотел бы я бесплодно к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу с ног в один в руках нести. Не просто пришел, тот сидел. Что ты покажешь? Кто обратился? Семья? Ну нет никого. И эти люди, которые здесь есть, у нас были, ну кто, силе на галле было против, не снимать. Где она? Сунулась в один, в храм другой, наконец, старая обряться и ушла на дно. Ко мне не ходи, я не хожу. У нас Оля была, тоже не хочет. Где? Нету. У нас не один отыщен, которые были. За славянский язык, ну, Дианова Настя была против, Вера Федоровна, Золотова, которая у нас по теряйке была. Где? Нету, к старообрядцам. Это там полный, абсолютный штиль. Ветер нигде не идет. Никто не обратится. Главное, что правильно пальцы сложить. Вы маленько-то глядите. Математически. Если у меня 10 рублей, а у другого 100 рублей, то по отношению к нему у меня в 10 раз меньше. В 10. Я напишу так вот, стрелка туда идет, у меня больше. Но если у меня 1 рубль, а у тебя нисколько, я не в 10 раз, в бесконечность восьмерка на боку. Самое страшное, когда ничего нету. И с травлением не с чем. Я батюшке говорю, что чудо Бог сделал, то батюшка в интернет залез. Ему видно, Лена там сделала это. Батюшка, вот по порядку начни. Вот сидит второй человек. Вот рядом Женя сидит. Рядом Елена, Алена. По порядку иди даже. Вот пришла. Я могу ошибаться, Марфа Филиппевна, да? Или Филипповна? Филипповна. Как правильно? Филипповна. Филипповна. Поехала к дочери в Германию. Она смотрит наши ресурсы. Маме сказала, она в соседнем двухэтажном доме живет. Она уже пришла сюда. Я немножко отвлекусь. У нас такой порядок. Кто новые люди, даже познакомиться, встать и сказать что-то о себе. коротко, полтора минуты вложитесь. Кто вы, откуда и вошло верить и понравилось и что у нас были сегодня первый раз. Пожалуйста. Я продолжу потом. Я волнуюсь. Я, у меня слезы счастья, что дочь меня сюда к вам привела. Если вы не дочь, а я рядом жила с вами тут 15 лет. А вы нас никогда не видели, Марфа Филипповна? Я видела. Ну, что-то душа моя пока. Не хотели подойти никогда к нам? Нет, я знала Игнатия Тихоновича, я знала вас всех. Я здоровалась всегда. Снег всегда до вас копала из этого дома. И я благодарна дочери, потому что она по интернету смотрит. Она восхищается Игнатием Тихоновичем. сказала мне «Мама, сними с моей книжки 8 тысяч и отдай на благотворительность». Сразу шел дальше не шел. Я сказал передать кому, кто детьми занимается. Можешь передать, вот сидит рядом с Виктором Андреевичем и мне вторая, а это для общих. Вот я, у нее деньги обязательно отдать. Я говорю «Отдай, Надежда Васильевна». Дала. Теперь, Васильевна, вернее. А в воскресенье придешь и отдашь тот, кто занимается детьми. Можешь отдать. Вот сидят сестры. У меня сейчас они там в кармане у меня. Ну ладно. Потом скажут. Дальше. Я из старобрядцев, я верующий человек с детства. Помором и беспоповцы. Пережила много тоже. Много тоже меня гнобили при советской власти, но я выдержала. Я выжила, потому что Господь помог. И там сказано по Евангелию, а вы не думайте, что вам сказать, когда меня гнобили. За вас скажут. И действительно, я всегда выходила правильно. И, слава Богу, отработала. Потому что работала главным бухгалтером, берегла советскую копеечку каждую. А и при советской власти тоже было воровство. Ну, слава Богу, Господь меня сберет. Спасибо за внимание. Значит, коротко, вам не отказано. Если вчера паспорт принесла, записали, сама смотри, каждую субботу служба у нас сейчас в четырех, хотя минут на пятнадцать, поближе с людьми познакомишься. А дальше потом к батюшке сходишь на испорт, он вчера тебе сказал. Все? Да, все. Довольно? Спасибо. Значит, смотрите, по порядку. Что я тебе надо даю? Я говорю, вот Евгений, Алена, Марфа, по порядку только брать. Ну, рядом возьмем Игорь, теперь роботы. Все до одного. Сергей, в пятнадцатом, шестнадцатом написано, все пришли через занятия, а потом пошел на интернет, через интернет. Но через интернет приходит столько, что ни в какое сравнение, с этим нельзя даже говорить. Но это люди где-то далеко, целыми семьями приходят, просят помолиться. Я сравнение делаю, для чего, чтобы мы увидели, делать и не делать. Я батюшке сегодня сказал, ты в прошлом году крестил десять человек, откуда они пришли? Из Ливана была, из Германии, усатая эта Наталья. Только это не только это. А сколько мы направляем на Афон, знаем, где крестят, полное погружение посылаем, которые сейчас готовятся у нас приехать, то другое. Все пришло через интернет. Повторяю, у нас сорок семь миллионов просмотров. Миллионов. Это те, которые зашли к нам и оставят людей. Ну, давайте я закрою. Еще не будет. Вот мы уехали из Потеряевки. Последнее мы отъезжаем, все засняли. По сегодняшний день ни одного ролика нету. То есть, наше, что делаем мы, за это время у нас две тысячи роликов вышло. И с тем, что Потеряевки в стране, хоть бы один был ролик, ни одного нету. А почему? Все спрашивают, а как у Игоря дела? Сейчас вышел четырехсерийный фильм, называется «Счастливые люди». Советую посмотреть. Алексей Семенович, посмотри, тебе это здорово, как агроному сгодится. Люди, которые в горном Алтае, в других местах, и как они поднимаются. Как обучают лошадей, как делают сиодла, как лошадь. Ну, все показано. Да, самое последнее. Она квашню, как делает, сыворотку, масло, все показано. Давайте уберем. Я батюшке говорю, храм Христа Спасителя, центральный храм Российской Федерации. И там написано, круглосуточный осмотр внутри, снаружи. Да и куда бы ни подошел, везде, везде наблюдают за собой. Да они просто наблюдают, записывают все. И благодаря этому наблюдению задержали ни одного, ни два тысячи людей, преступников. И воевать против этого, а это от сатаны. Интернет от сатаны. Ты маленько, думайся. До 86-го года мне пришлось насчитать 50 книг, и сегодня не все в интернете. И на них миллионы людей уходят. Вот патриархия. Метрополит. У нас хорошие отношения были с Антонием. Мы фотографировали, никогда не говорил ничего против. Даша Максим, Дмитрий, который уехал теперь, отослали его отсюда. В конце его патриарх направил прямо в Потеряевку. А то патриарх сделал Алексей Второй. Я узнал это. Абсолютно точно при том. Теперь новый метрополит. Я не преувеличиваю. Мало таких людей сегодня, метрополит и проще. Вот он в Потеряевке. Я в Алтарь, видели, чтобы заходил? А я имею право, что заходил. Я не захожу. Но при нем я зашел, чтобы все заснять. И он никогда не скажет, что не надо. Наоборот, говорит. Приехал тут Рахиль Загедулина. Мы пошли к нему. Ну, бывают священники против. Заплатить деньги, тогда разрешат. Я ему сказал, идите, снимайте. Куда бы мы ни поехали, почти все храмы обошли, проехали здесь. Только сказали отплатить, все попятили, и все. И мы все везде снимали. Мы показали людям. А нам есть, что показать. Батюшка упрекает. А вы самые хорошие. Батюшка, не самые хорошие. Наши слова возьми. Но мы делаем. И мы можем показать. Почему Яков говорит 2.18. Покажи веру твою. Ну, покажи ее, без дел твоих. А я покажу из дел моих. Вот он пришел через знакомство. Вот тогда другое было. Кто бы ни был где, через то, что мы свидетельствуем. И поэтому говорить не надо. Я не знаю, если страх какой-то есть. Я вспоминаю случай такой. Был такой очень известный там режиссер и прочее. Немирович Данченко. У него стихотворение есть. Он встречается со священником. Это люди, приближенные советской власти. Или священник говорит, в храм почти не ходят. А они друзья. Он говорит, батюшка, репертуарчик надо менять маленько. У нас все сначала и до конца. Но как менять? Слушай внимательно. Еретики более подвижны, чем мы. И они придумали делать крестные ходы с понятными баптистскими песнями. Я вот Златолусь увидел. Вот это здорово. Сейчас кто пишет стихотворение? Ну-ка, Елена, напиши. Кто? Марина пишет. Пишите стихотворение. Кто музыку знает положить? На музыку. И завтра крестный ход пошел в другом направлении и православные запели псалмы. Надо реагировать на обстановку в мире. Надо этим вирусом воспользоваться. Это корона. Ни на что не надеетесь. Завтра может такое, что в дом заходить не дадут. А раньше было как? Корова. Взяли анализ. Не годится. Ее списали. В табун не пускай. А сегодня не так. Из Корчины приехали ветеринары. И нам объясняют потеряевки. Если у вас эта болезнь будет обнаружена, а вот только новое сарай Андрюша построил, скотина вся уничтожается, сараи все сжигаются и речь идет на твоем доме. Понятно? На этом страхе, а страх что такое? Лещание помощи от рассудка. Люди обезумели совершенно. Это говорят не кто-то, наши. И она говорит по инструкции. Если микробы, то другое. Это в самом деле так. Вот голубевает, голову запрокинет, вертяжка, долбит воздух. И у меня наполовину. Там голубятина исчезла здесь. Какое лекарство? Вы не знаете. Я решил самые сильные дикие голуби и запустить к своим. И все прекратилось. Теперь я к какому процентам отношений? Сколько моих, сколько этих должно быть? Я пример уже процент вывел. Должна быть третья часть. А почему? Это пример. Они за ними летают, друг друга там уговаривают, долбят, и все пошло по-другому. Я только смотрю, чтобы не женились друг на друге. Вот взять из чего надо. Теперь мы смотрим в Слово Божие, если. Господь говорит, возвысь голос твой на вершине горы. Итак, что говорил я вам тайно, Господь говорит, то возгласится где? На кровлях. А как? На кровлях это космос. Это интернет. Летел ангел по небу, у нее свечный Евангель. Как? Интернет? Мною Библия насчитана. Ты знаешь, заряди только Библия, заряди. Где-то там в аудио или где. И ты услышишь, как я там в 80-х годах, в 86-м насчитал, нет, не в 86-м, да в 87-м. И Библия вся насчитана, весь Златоуст, 50 книг. И мы даже, мы уморимся каждый день. Кто изобрел? Тим Бернерс и Тимофей. Интернет. Кто? Мартин Купер. И мы каждый день поминаем их имена в молитве, благослови их Господи, воздаем добром. Они открыли нам двери, они подняли нас на высоту. Знаете, вот когда война началась, о чем люди думали? Как защищаться? А в Германии сразу же во все войска направили 300 операторов, которые все снимали. Советские мгновенно отреагировали, хотя уже война шла. Ну, не наберешь столько. И при том, где-то под аппарат щелкнет, а у тех киноаппараты, кино, которые снимали где-то, и батареи, и все, все давали им бесплатно. А теперь мы смотрим, документальный фильм, определяемся налево или направо. Мы показали образец. А вы хорошие. Мы такие, каких позволил Господь достичь. К нам приезжают архимандриты, и все наши вот эти на стене, там какую, говорится, температуру садой, мустам. Они, мы с тебя сделаем так. Ни одного еще не было священника, который не хотел бы, чтобы был такой порядок. А установилось это ни один нигде, папу сразу задавили. Ты что тут придумаешь, да куда? Я не просто как где-то говорю, а вот конкретно. Мне сообщается, в прошлом году Вячеслав принимал крещение, прислали священника с Алтайского края. Серги. Я, говорит, пошел, думаю, помочь. Чем он? Талантливый. Учается в институте, на ней пятерки, везде он успевает, Вячеслав. А священник показал, вот образ Христа, Христос в уробе, я никогда не видал этого. Что такое уроба, понятно. И прямо в храме, и вокруг Христа кучей лежат новые тапочки. Такой, у них порядок такой, кто приносит тапочки, они заряжаются энергией, там, надевают. Ну, язычество настоящим. Я сказал батюшке выкнуть, нельзя, это традиция. Батюшка, уберите торговлю. А Архиерей что скажет? Все, нарушил. Помогать он уже не может. У нас эти рамки сломаны. Дом принадлежит мне, юридически. А я себя хозяином не считаю. Здесь был кто? Тогда уполномоченный был, а сегодня председатель, или как его назвать, юридический отдел, и при том, вот по всем перерегистрациям по этим. Полковник Маковеев Валерий Иванович, он приходил и за этим столом у нас сидел. Это отдел юстиции, краевой, как-то, министерством называют это дело. К нам претензий никаких нету. Только что прошли перерегистрацию. Никаких. Единственное, что от нас толку нету. Им надо деньги. Я говорю, ну у вас вещи-то есть, меня допрашивают? Я говорю, есть. Ну, пишите сколько. Я говорю, а мы нигде не покупаем, в ВОЗ покупаем, опять никак. С тарелкой-то ходите? Это добровольное пожертвование. У нас и с тарелкой не ходят. Ну, за крещение-то берете? Я говорю, ни за что не берем. Они меня уже там залучили, плановые модели-то, и не могут выпустить. Из кабинета в кабинет забегали, как пишет Тептушенко. Табак спасительный у нас суя. Нету ничего. И нас отпустили. Первый раз видят православную общину, у которой нет денег. А у нас, я Людмилу Степанову не вижу, она за это отвечает. А у нас нулевка везде. По нулям. Вот. Так что благодарите Бога, что так именно. Второе. У нас потеряевки против фотографий всех Серафима. 94, три года ей. 94 или где-то. От сатаны. Если фотографировали, приехали там Балабуев, там фотографы настоящие. От сатаны. От сатаны. Я с ней маленько поговорил, она вышла. Я говорю, маленькие девочки, расскажи им, как молиться. И она им говорит, я буду снимать на поне. Все, снимай. Надо работать с этими людьми. Она не хочет. Почему она не хочет? Она может привела сотни людей сюда? Нет. Журнал, который издает в это место митрополии, это специально для семинариста. Покров называется. И там выступает не просто протеерей, священник, а там доцент, доктор богословских наук. И пишет о потеряевке о нас. Практика Игнатия Тихоновича вызывает разные там нарекания. Но то, что пришли тысячи людей в православие, вы этого отрицать не можете. Он пришел, когда здесь был у нас митрополит. Я ему показал, он говорит, это же хорошо написали, я говорю, я это и показал. Без вас этого не могло быть. А мы молились, и вас Бог дал нам. Дал. А теперь посмотрите, главная у них торговля здесь где напротив, которая принадлежала городской администрации, напротив. Они отбили это здание, а там теперь магазин. Заказывают Библию, и я отсылаю в Ирландию. Четыре экземпляра Библии, ну и мои, конечно, книги. А как? Через интернет. А кто просит? Вахтанг, грузин. Грузин в Ирландии через интернет. И поэтому для нас интернет не просто и какое-то изобретение, а то, чем мы проповедь распространяем. Вот батюшка рассказывал полномоченным. Он не сказал только ставили, как правило, ушедшие в отставку генералов КГБ. Это очень большая единица. И они разные люди. Что интересно, вот просто против воюет против нас. Проходит какое-то время, но я беседую, я обернулся, он стоит в храме, молится со мной рядом. Чудо или не чудо? А он самый главный душитель. А ты не знаешь, кто, его хорошо знает наша сестра Левтина, у нее в одном доме он жил. Седешев, Александр Петрович, участник Отечественной войны. А как, беседы. Они оставляют свои осады. Поэтому я могу призывать только к тому, чтобы помолились о нас, чтобы Бог сохранил наше сокровище. За нами охотятся очень много. За последнее, только время я пробеседовал примерно две с половиной тысячи мусульман. Это не два человека. 750 человек, которые согласились слушать. Это ты никак не можешь сделать, он с тобой разговаривать не будет. А здесь открывается. И это при том каждый день мы выходим туда. На воскресенье мы выходим несколько человек. Это как раз Вячеслав Семенов предложил. Одновременно в три часа, в четыре, выходим в интернет сразу. Сейчас осталось мало. Нужны помощники. Нас осталось трое. Каждый сам по себе. Через сейчас даем отчет опять сходимся вместе. Поэтому я не отрицаю. Батюшка сказал, при моей передаче там не делать, что же? Не делать при батюшке. При мне, когда говорю проповедь, пожалуйста, здесь собрание не делать, мы договорились, к этому не возвращаться. И я могу это доказать, что это не надо делать. А занятия идут, пожалуйста, снимай. А остальное время в твоей власти. По этому вопросу кому непонятно. Так у вас разногласия с батюшкой. Надлежит быть разногласием, Павел говорит. И выявляется искуснейшее. Притом батюшка заботится о порядке. Он говорит, когда вы снимаете, я не могу молиться. Я говорю, батюшка, ты понимаешь, в люльке. Ребенок маленький. Ты начни дальше рассматривать. А как в общежитии ущетка готовится? Сколько в одной комнате? Какой шум? И ребята приходят, а ему надо готовиться. А в лагерь тебя арестуют, тебе что там, обстановку создадут? Это то есть ни давленый, ни мятый. Он никогда там не был. А мне пришлось это пройти. У меня нет такого обстановки. Джазовый А как? Ну я нехорошие примеры даю. Наполеон дает разгон и говорит так сколько осталось? Три часа до главного сражения от Орлова. Так успею. Давай еще сюда. Так два часа. Успею. Час. Так больше никого не пускать. Ложусь спать. Этого достаточно вас две силы. А я знаю способ как быстро засыпать. Работать до упаду. Мало ящить, мало пей, здраво будешь. А когда ложись то если то я даже скажу как руки как ноги дали. Чтобы рука не задевали. Рядом лежали. Вот так вот. А здесь положить скрученное пальто или что. И сотвори молитву. Господи. Дай мне сон. У меня проверяла сестра. У меня уходит на сон. Чтобы я заснул. 47 секунд. 47 секунд. Он говорит а чтобы никто не понимал что какое-то разногласие. Нет батюшка растет. Он не согласен. Но буквально два часа не пройдет он приходит или звонит. Я вот там то так сказал. У него дух покаяния такой что только позавидовать можно. Это было здесь. Архиерей поднялся что-то. Я не стал договорить. Запомни не отвечай. Проходит сколько то времени. Вот здесь молодыка у батюшки был пришел ко мне и говорит я погоречился сказал это не так. В ответ никогда не говори когда против. Верующие не спорят. Они возвещают истину. Один раз сказал я уже не ответственен. Ты хорошо понял что я тебе сказал? Больше ни разу не понимай вопрос. А батюшка вчера что сделал? Его аппарат который ставил там он взял в алтарь занес. Походил поискал иди я ему сказал брат дорогой это звоночек прислушивайся что батюшка говорит. а он не знает он включен или нет. А зачем он сюда занес у меня спрашивает сегодня. Батюшка спрятать хотел. А как раз на твои глаза и попался. И батюшка ничего не ответил. Он очень разумный и прозрительный. Вот первый раз я приехал из Америки когда и гляжу Геннадий Петрович Дружинин там где Дружинин у нас был милиционер подполковник. Батюшка и говорит вот это к сыну приехал нехороший человек. Я говорю почему? Не знаю. Как дальше начало открываться какие ябы да вы знаете Рифферт был прокурор Мамботского района он говорит а такая пачка на нас где-то скота мы ограбили кого-то там я переодел всех форма какая-то теперь у меня такая армия там безумие полное и наконец бог ему рехнул он забежал к нашей сестре помоги спрятаться Игнать ищет меня убить так он же в Борнауле нет я его видел сейчас а к нему прислушивались я еще рассказываю его примечали и когда два бульдозера были на катафенский пруд он пришел при форме стал перед бульдозерами копать нельзя там стратегический кабель на дне закрыли на дне катафенского лужи в околке а видимо понял сразу же к моей матери прибежал к Марии Егоровной упал перед нею и Марии Егоровной что я его надел наверное черт меня туда послал я говорю сомневаться не приходится и сын ушел в секту и этот умер внезапно как будто ни одной минуты покаяния не было а дом который он строил там из монах достался мне купил и там мы молились они в страшном сне этого не предполагали как в потеряевском клубе кто это думал что там будет церковь и кто строил на стенах выложили кресты поэтому мы заранее ничего если до конца не знаем будем говорить я прошу поддержать в молитве чтобы наша работа не уменьшалась приходят целыми семьями люди мы первый раз услышали теперь утром встаем помолились и сразу смотрим что нового а я новое каждый день ставлю минимум 15 роликов почему старые материалы их надо озвучить и бог мне нынче сразу дал 14 человек в разных регионах 14 человек насчитывают мои материалы они выставляются это по молитвам я их не знал никогда этих людей богу слава аминь гражданин Николай Волобоева нашли нет нет одну минуту прошу значит хочу вас отправить к российскому законодательству и чем глубже тем лучше для нас то есть все вы знаете кто такой господин Суворов это ледокол написал и прочее прочее вот так он говорит в ледоколе в конце что мы заслуживаем по своему бездействию такое правительство какое у нас есть вот теперь я вас обращаю к российскому законодательству статья 167 запомните прочитайте интернет есть интернет много пользы приносит хотя и вреда еще больше наверное значит это статья о личной жизни человека снимать в частности раз этот вопрос у нас такой животрепещущий снимать может любой но публиковать не может только с разрешения человека которого он снимает все мое мнение такое что нужно тайно ли или не тайно но чтобы каждый человек выразил свое согласие что я разрешаю или там ну я за то чтобы велась съемка прямая не прямая кривая горбатая не важно я считаю чтобы потому что почему объясню мое понимание этого вопроса что вот сейчас сестра стихи свои читала там есть какие слова затвори свою дверь господь говорит когда идешь молиться затвори свою дверь и бог тебе воздаст видя тайны воздаст тебе явно любят молиться на углах кто все знают фарисеи вот и все это тоже информация к размышлению и самое последнее хочу сказать вот стих у нас висит моей женой написанной всей силой люби творца твоего и не оставляй служителей его то есть мы должны не оставлять и уважать я считаю что если батюшка сказал нечего приводить какие-то доводы сказал бейся об стену головой бейся бог потом его выразумит а тебе даст награду за твое послушание поэтому приводить доводы я так жил я так видел и я так знаю но это я это частное мнение конкретного человека частное интернет не является средством массовой информации не является но публиковать фотографии только с разрешения этого человека все это статья 167 плюс 185 и еще там 190 то есть они там объясняют каждая статья объясняет предыдущую поэтому заключительно штраф до 250 тысяч рублей до 200 или уголовный срок в зависимости с какой целью а если ты извлекаешь выгоду из этого сфотографировал что-то в газету тебе 10 рублей того кого сфотографировал он тебя подтянет в суд из тебя до 250 тысяч рублей если деньги никого не пугают пожалуйста но совесть профессор Преображенский когда ему журнал предлагали что сказал вы говорите детей не любите люблю купите журнал не хочу вот не хочу я не хочу и все его никто не заставит так и здесь братья если человек не хочет конечно мы его можем обвинить во всех смертных грехах он такой пустой нехороший уйдет и все и следов его не будет но однако я уже говорил на эту тему много раз что уходили те кто был особо приближен к телу особо приближенные к его императорскому величеству они уходили и ушли вот и все поэтому не надо я считаю что не надо какой человек плохой хороший у бога все хорошие когда бог сотворил человека посмотрел увидел и это хорошо на мужчину на женщину он по другому сказал накраситься шучу вот что поэтому я считаю что нужно учитывать мнение всех людей как положительное так и отрицательное и то есть выслушать каждого человека почему он не хочет вот сестра говорила я не хочу то 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 смущение у меня там то 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 ну человек со временем это все понимает и смиряется но вносить распри вот этим я считаю что не стоит агнатих когда эти вот ушли они пустые да мы еще не знаем где мы будем вот здесь оставшиеся вот и я не знаю где я буду поэтому я боюсь смерти я боюсь коронавируса в том году я чуть концы не отдал слава богу жена меня выходила может быть это был этот самый коронавирус потому что он идет с 2004 года ходит по миру может он меня коснулся но больше никого я был при смерти умирал и врачи не помогли вот в чем дело то бог помог я молился там 40 температуры было и прочее вот прошу учесть мое мнение или выслушать выслушать мое мнение что надо выслушивать всех и которые хотят чтобы съемки были и которые не хотят но слушаться батюшку 100% от души так я поясню что было сказано спасибо человек назвал статью у статьи есть а б б г и дальше поясняется ситуация вообще на месте никого не спрашиваем это пихнули все статья ваша никакого значения не имеет имеет значение статья только 303 не просто а уголовного кодекса да 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 повторяю вот что она гласит нельзя снимать а раз снимают то и распространяют это не для себя снимают это в разнице никакой не ставится где закрытое заседание государственной думы запомните сначала проникните туда в 20-й раз второе второе таможенное пространство с одного государства в другое я проехал эти места и был в белом доме и знаю это дело второе запомнил там тоже редко кто бывает да и снимать не будет третье военные корабли из военных кораблей четвертое министерство газофикации сначала проникнули и министерство алектрификации все остальное в моей власти где снимаю и кого снимаю тебе не хочешь снимать сиди дома и тебя никто не будет спрашивать идет митинг какой-то снимают всех в думе снимают и каждый будет спросить а ты не против Владимир Вольфович за волосы таскает женщину там и говорит на вторую букву алфа это называют кто хотел быть президентом выдавил себя с другого места и ничего нету Псюша открытое заседание идет дальше к барьеру и он беседует из ком-то с Примадонной называются под каким покровителем не лежали только никто нет и тут же выставляется повторяю 303 статья уголовного кодекса дальше если кто понимает иначе и запрещает снимать это так старается ввести людей или в заблуждение или не знает закона на все что сказано или не знает человек закона на одну статью ссылается или старается ввести в заблуждение ну-ка выйди из кабины а шофер снимает его я сказал бы и он снимает и тут же выставляют еще на доме а милиционер где поданы были иски все до одного милиция проиграла на сто процентов почему все до одного милиция может снимать и я могу я такой же гражданин и закон это мне дает гарантию почему еще раз спрашиваю вот пример самый живой я приехал к родной сестре собрались священники мы беседуем а у нее сын то ли узнал позже он пришел а почему снимают без моего разрешения у сестры Дуси в Томске а кто ты такой кто я Егор вон кухня залезь ты пришел и командуешь здесь сразу сел то есть он никакого значения не имеет а тут он шуток показывает ты меня должен спросить я тебя спрашивать не буду тебя не было до тебя беседовали мы беседуем в доме матери в доме ее снимать без ее разрешения я не могу вот определенно в Мамонтовском районе прокуратура какая не есть прокуратура я захожу все снимаю заходит полковник снимаю и он ни слова почему он знает закон а когда в администрации тот начал возникать охранник какой-то я ему сразу раз в статьи секретарша отойдите я снимаю дальше и он пошел сел на свое место и на этом кончилась наша беседа закон определенно 303 статья уголовного кодекса Российской Федерации дает мне право фотографировать и распространять 303 нету там ничего в 303 нету ничего потом посмотришь 27 статья ну-ка 27 гражданского найдите определенно знаете, Тихач, но определенно когда вы снимаете детей даже во всех соцсетях лица детей заретушированы только тех которых разыскивают это с разрешения родителей вы у нас хоть раз спросили согласны ли мы а вы считаете раз вы там поставили там вы меня пожалуйста дослушайте я вас не перебивала вы там поставили вывеску что снимаете для интернета то есть мы сейчас вы сказали не хочешь сиди дома все я вас поняла я сказал не вам Игнать Тихонович давайте разберем конкретно мы берем уголовный кодекс Галя Галя дайте мне разобраться называется конкретно 303 это не плохо мы берем 303 уголовного кодекса там разговор идет вообще не об этом там о прокуратурах как там правильно написано не написано что там нету ничего о видеосъемках вообще 303 4 статьи там есть но нету ничего об этом конкретно давайте статью какая статья номер вы ошиблись не 303 уже столько так часто говорим что надо уже точно я просто на это не обращал внимания я верю что там где-то написано 303 надо смысл понимать если я твой время это снимаю зарабатываю деньги ты имеешь право подать на меня чтобы я это был дебил я смысл я смысл может мне тут не сидеть глаза не смотреть не объяснять смысл ну 250 тысяч ну что ты подашь на него чтобы он тебе заплатил 250 тысяч штрафов ну зачем он это вообще говорит мы с тобой раз вы можете напечатать быстренько если ты что-то не дотянкиваешь то ты просто помолись пусть Бог тебя о чем я любить вот детей мы их чтобы не снимали я так сказала мы же умеем это уже я это произнесла у тебя не Алиса здесь нас никто не спрашивает надеюсь значит и я начну Сергей мои слова не надо интерпретировать вы не хотите чтобы вы снимали мы сейчас разбираем статьки подожди съемки незаконные и квалифицирующие как самоуправство статья 330 330 уголовно статья 19.1 КОАП ну это гражданский кодекс так ну давайте 330 там гражданский еще есть 330 330 330 есть пожалуйста 19.1 открой не выходи отсюда статья 330 самоуправство да самоуправство то есть самовольное вопреки установленным законом или иным нормативным правом актом порядку совершения каких-либо действий правомерность которых оспаривается организация или гражданинам если если такими действиями причинен существенный вред то накажется штрафом в размере до 18 80 тысяч рублей или в размере да что это ну какие места нельзя там написано да у меня тут просто вызов идет или да это я 330 я вам и читаю ну что вы ничего ну я вам сейчас читаю самоуправство что такое тут написано большими штрафами если причинен то же деяние совершенное с применением насилия с угрозой его применения накажется так дальше комментарии общественная опасность преступления состоит в том что оно нарушает установленный порядок ну что вы ко мне приставили вот 330 я тебя понимаю нету проведена там ничего я самауправство там конкретно написано и все а что там проведена нету что я теперь могу сделать подпрыгнуть что ли а есть какие-то еще голос не надо пока повышать спокойно посмотрите я говорю я не писал оттуда федеральный закон 51 указаны правила федеральный закон 49 указ президента почему тут раз ну покромче ну нету 330 знаете что мы занимаемся сейчас самолечением у нас есть профессиональный юрист давайте мы его попросим чтобы он разъяснил этот вопрос и оставит на следующее собрание нету 330 конечно будем кому-то говорить а там нету ничего мы сейчас завершим попросим брата этот вопрос полностью нас посвятить чтобы мы были юридически можно детей снимать юридически мы были все информированы вот что было достойно есть всякого истину благородицу пресновлаженную и пренепорочую и матерь и матерь бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафим безыстрения бога слово родшую сучую богородицу тебя величаем господи защити родину нашу от нашествия наплеменников от внутренних распорей от беззакония которые втайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественная любовь тебя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покажутся в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе Господи праведно суды твои над Россией за то что оставили тебя и слово твое изреченности той Библии прости нас Господи Владыка жизни что сокрыли имя Твое Бога Егова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Алва Отче Господи научи нас семикратно в день прославляет тебя засуды правды Твоей тебе хвала слава чести поклонения Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь Милостивый Господи спаси и помилуй нас и услыши молитву наши воздяяния рук прими как жертву вечернюю и благоухание приятное мы моляем тебя соедини нашу молитву с молитвой всех святых молящихся тебе на небе и на земле о Всевышний Создатель сохраняющий созданный как зиждитель услыши исполни молитву всех молящихся о нас во благо любящий наш Отец Небесный ради голговских страданий сына твоего единородного Господи Бога нашего Иисуса Христа и пролитой им крови за нас прими наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них спаси их Господи и помилуй Аллилуйя Аминь Говори Господи Владыка слушает и дослышит раб Твой Говори Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok